От субсидий из краевого и федерального бюджета сегодня зависит то, как будет развиваться муниципалитет. В местном бюджете предусмотрены средства на текущие полномочия, а также ремонт и содержание уже имеющейся инфраструктуры. Депутат Заксобрания Ирина Конограева, которая также присутствовала на заседании, призвала коллег активнее выходить на нее по самым разным вопросам. В частности, от имени краевого парламента в Минздрав России направили письмо с просьбой об увеличении финансирования муниципального здравоохранения. При поддержке председателя Заксобрания Юрия Бурлачко спортшкола «Олимп» в Виноградном получит собственный микроавтобус для поездок на соревнования. В Джигинке необходимы детские площадки и места для отдыха селян. На осень мы с вами должны выйти уже с определенным пакетом документов, что поет по госпрограммам, что можно будет пропустить через субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам, вот для того, чтобы, как говорится, вот эта депутатская поддержка чувствовалась. Сегодня же депутаты утвердили изменения в бюджеты на текущие и будущие годы. В них поступили более 120 миллионов рублей в виде трансфертов. Из них 88 миллионов на создание дополнительных мест в детских садах. Более полутора миллионов рублей при софинансировании из муниципального бюджета. Еще 437 тысяч направят на детские и спортивные площадки в сельских округах. 7,5 миллионов рублей на организацию пожарного поста в селе Джигинка.